Обстановка накалена до предела, стычки футбольных фанатов в Марселе продолжаются. И все это за несколько часов до начала матча Россия-Англия. Давайте прямо сейчас посмотрим, что творится на улицах французского города. Итак, сейчас на ваших экранах прямая трансляция из Марселя. Вот по последним данным, которые есть у нас, российские болельщики во время вот этих последних столкновений не пострадали. Но творится там что-то действительно невероятное, светошумовые гранаты, улицы все в дыму, полиция... Ну а что делать с полицией? Полиция пытается как-то охранять порядок. Вот сегодня вечером за несколько часов буквально до начала матча чемпионата Европы по футболу между нашей сборной и сборной Англии опять пришлось полицейским применить слезоточивый газ для того, чтобы разогнать британских фанатов. Они снова устроили потасовки в старом порту Марселя, вот ровно там же, где в четверг и в пятницу два дня, два вечера вернее подряд уже возникали стычки. Фанаты снова закидывали полицейских бутылками и стульями, несколько человек арестованы. Ну и я напомню, что сегодня утром полиция арестовала четырех граждан Франции после драки с английскими футбольными фанатами. Это было уже в центре Леона, как сообщает Франс Пресс. В ночную субботу на группу английских болельщиков, которые сидели в одном из леонских баров, напали молодые люди и предположительно это были как раз активные фанаты местного клуба Леон. В результате драки, к счастью, никто не пострадал, но, конечно, была побита посуда, сломана мебель. Вот портрет среднеарестованного и, видимо, тот же самый портрет среднего зачинщика беспорядков в Марселе. Это молодой человек от 20 до 24 лет. На момент задержания все они были сильно пьяны. То есть совсем молодые фанаты, которые разгорячили свою кровь в одном из баров, потом выходят на улицы, набрасываются на фанатов, которые попадутся под руку. Чаще всего англичане попадаются и устраивают беспорядки. Беспорядки. Ну, англичане, конечно, тоже в обиду себя не дают. И вот получается как раз и сломанная мебель, и сломанная стулья, и полиция опять со слезоточивым газом. Ну вот, что касается беспорядков в Марселе, которые сейчас продолжаются, и были они и в четверг, и в пятницу, то министр, простите, представитель пресс-службы префектуры полиции Марселя, Матье Дюраселева зовут, он сообщил, что среди задержанных за прошлые беспорядки россиян нет, есть только англичане и французы. Но все они были арестованы накануне. Российские же фанаты, еще раз он подчеркнул, к этим инцидентам не причастны. Во Франции вообще, конечно, с большой тревогой ожидают сегодняшнего матча. В 10 вечера по Москве он начнется. Это будет матч между сборными Англии и сборной России. Так вот, в Министерстве спорта Франции считают, что эта игра будет одной из самых рискованных на чемпионате. И, цитирую, взрывоопасной с точки зрения угрозы безопасности не из-за действий террористов, а именно из-за поведения фанатов. Я сейчас процитирую министра спорта Франции Патрико Каньер. Он сказал, это один из пяти рискованных матчей турнира. Британцы и русские с накалом, и это может быть взрывоопасно. Но, тем не менее, в Минспорта Французском обещают, что все будет сделано для безопасности этого матча. Сегодня вечером, напоминаю, что сейчас на ваших экранах прямая трансляция из Марселя. Это старый порт. И вот опять там возобновились беспорядки. Всего меньше четырех часов уже остается до начала матча Россия-Англия. Когда же фанаты угомонятся и, наконец, пойдут на стадион занимать свои места. Еще буквально несколько секунд трансляции и перейдем к другим темам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!